так ребят все здесь завершил на первой плите осталось чуть-чуть мусор хлам он мне пока не мешает не до него полностью практически полностью все снял практически значит не остались вот здесь у двери пока лень просто элементарная лень потому что это занимает много сил и там кон в конце тоже а так результатом я очень доволен смотрите такой хороший добротный бетон все ровненько аккуратненько даже смотрится интересно ребрами вот косяки были немного вот здесь там я не долил но я прям сразу как снял замесил крутой прям цементный раствор как правило добавил туда и добавки все что соответствовало и затолкал чтобы лишний раз потом не возвращаться а так мне понравилось конечно кто спросит про размеры но индивидуально это все у каждого расчет свой длина стены кому-то толще кому-то меньше я в одном видео увидел у них рассказывал что здесь не 13 и здесь если не ошибаюсь 13 у него пролет намного меньше было этого было достаточным и либо арматуру суев туда толще ну не знаю ребята это в интернете есть всякие и калькулятор для этого дела без проблем нажали залезли все рассчитали себе как вам удобно либо вы делаете высоту меньше но делать тогда очень качественный бетон там какой-то трехсотый или четырехсотый я не знаю либо арматуру сюда суете какую-то там 32 я не знаю две тридцать вторых например кто как если толщина это не устраивает значит тогда выиграем арматурой и более сильным бетоном например его заказываю уже на заводе нет таким кустарным способом как я хотя я очень старался между прочим все отлично держит пока большой нагрузки не давал но и теперь уже когда на стену газобетон покупать буду буду ставить смотреть проверять ну я сомневаюсь какие-то проблемы должны возникнуть все нормально результатом я очень доволен есть конечно вот какие-то пролет у меня по 60 здесь уже 80 но это чисто из-за дверей вариант много но по экономичности сами видите или все вот это заливать сплошняком кидать здесь сетку сюда сетку зачем ты делаю даже двойную я не понимаю зачем делают сверху сетку когда вся нагрузка здесь идет непосредственно на нижнюю арматуру на растяжение здесь достаточно вот даже если вы делаете монолитный поле меду полностью заливаете достаточно внизу арматуру делать все сюда на тянуть арматуру нет смысла у меня здесь почти 10 метров держать она все равно ничего не будет чисто друг за друга балки смысла нет соответственно меня растяжение идет по от стенки до стенки по короткой ну вот выступил всю опалубку практически осталось вот на над этим окном сделать я просто пока не делаю там задачи надо прыгать лазить уже когда могу сверху пленку сделать потом уже здесь делаешь сюда конкретно не прыгать лестницу сделала возле входа и буду сюда лазить а так все то же самое поставил все выставил сейчас самое главное пропенить щели сильно мелкие я трогать не буду и незачем я увидел вот например взять посудить на этом месте вот видите закруглен вот она закругленная соответственно благодаря пленке углы не квадратные а пленка все таки выдерживает здесь бетон и он не просачивается так что сильно пенить всякие каждую щелочку мелкую не обязательно достаточно пропенить будет большие места у меня тут их особо больших то сейчас вот здесь вот темно на улице светло кажется что много вот например грубо говоря вот такие моменты вот где палец допустим владеет вот здесь можно будет пропинить или где-нибудь совсем косячный как вот этого дверь моя любимая здесь можно будет запенить пропинить все и будет достаточно все выйдет туда эти вот например где дефектная доска даже можно не торговать в принципе оставить ну я на всякий случай пропинил значит так хочу предложить еще один этот лайфхак лайфхак если вы работаете один и вот некому там наступить чтобы прикрутить саморез то с начнешь его крутить он доску поднимает и все но никак не схватишь что в такой ситуации делать значит можно вариант такой взять саморез вот возьмем шуруповерт вот одной рукой тоже трудно чуть-чуть его наживили сюда и уже держите за саморез прикручиваете а потом уже саморез можно выкрутить но бывают такие ситуации когда доска поведенная там допустим в одну сторону другую ну без разницы то есть тут уже будешь за саморез руки просто не вытянуть тебя достаточно тяжеловато вот ну или вообще раскачить он может значит что нам нужно нам нужно что-то наподобие вот такой вот отличный пример где найдите или купить вот такую ручку она обязательно вам в этом поможет берем и прикручиваем вот доску снял тоже неудобно можно было наверху делать мы мне неудобно камеру одной рукой держать другой крутите да и 3 еще поддерживать к сожалению 3 нет прикручиваем или можно наверху или это сделать лучше можно и так здесь прикручиваем ручку можно и намертво там на 4 сколько саморезов будет и все можно побольше но мне достаточно и так вот так одной рукой держим хоть ты повисни на ней и тогда можно будет нормально прикрутить вот такой вариант это есть еще третий он самый интересный можно будет сделать так залезли прикручиваем на саморезы уже здесь по два самореза потом залезли открутили и и потом уже у вас доска держится ну каждый раз бегать вот так вот одному ну кто конечно любит заниматься с адамазой пожалуйста удачи вам ну вариант вот такие вот с ручкой очень даже приемлемые то есть его прикрутил прижал доску прикрутил ручку снял все пошел дальше делать и тут меня многие спрашивают на хрена тебе вот это все барахло вот она зачем много места не занимает зато помогает так что пеню и натягиваю пленку